Одна из самых важных фраз, которая, по моему мнению, является одной из самых сложных для произнесения и использования, так как она относится к вам, а не к собеседнику, это фраза «я не прав», с которой тесно связана другая «простите». Я понимаю, что вы никогда не совершали ошибок, поэтому вам трудно сказать, что вы не правы. Вы никогда не списывали на тестах, никогда не брали чужие конспекты, никогда ничего подобного не делали. Вы никогда не обижали другого или делали что-то неправильно. Вы просто идеальны. Я понимаю это. Но на случай, если вдруг в будущем вы совершите ошибку, помните об этой фразе «я не прав». Я поделюсь с вами несколькими примерами для наглядности. Я заметил, что когда наши парни играют в баскетбол и допускают ошибку, то поднимают руку. Ну, конечно, не всегда. Я и не жду этого. Но когда вы, возможно, допускаете ошибку, то знаете об этом. Вся суть в том, чтобы признать ее. Однажды я выступал перед аудиторией, и после ко мне подошел мой друг, который был доктором по профессии, и сказал «Человек, с которым я сильно поссорился десять лет назад, прислал мне открытку на родительство в этом году». Вверху он написал следующее «Я не прав, прости меня». Постскриптум. Я только что прочел книгу Рича Девоса и осознал, что должен тебе это сказать спустя десять лет. Мой друг позвонил тому человеку, они вместе пообедали и вновь стали друзьями. Но на протяжении десяти лет они не разговаривали друг с другом. И этот груз был на них все это время, только из-за того, что кто-то не мог сказать «Я не прав, прости меня». Вы начинаете бизнес в тот период, в котором у нас есть трудовые отношения, споры, профсоюзные организации. Очень часто какая-то из сторон оказывается неправа, определенно неправа. И вы видите забастовки, когда люди теряют свой заработок, только из-за того, что кто-то не может сказать, что мы делаем это неправильно. Возможно, нам следует работать друг с другом, а не против друг друга. Может, нам нужно обсудить, как сделать что-то лучше совместно. Например, автомобиль. Но нет, наша гордыня, наше эго говорят, мы не покажем это им, не дадим это им. Так рушатся целые индустрии. И тысячи, если не десятки тысяч людей, а то и миллионы, теряют работу. Индустрия, которая была гордостью нашей страны, переехала в Японию, потому что группа людей не смогла признать свою неправоту, извиниться и сказать, что они нужны друг другу. Гордыня стала причиной разрушения целой отрасли. Это мое личное мнение. Существует много мнений касательно этого вопроса. Я родился и живу в Гранд-Рапидс, там же находится и мой бизнес. Я живу возле Детройта. И я видел, как Детройт пытается объединить нас в профсоюзы и организовать. Поэтому я поговорил с ними. Это конфликт, которого не должно существовать. Если хотите союз, создавайте. Но союзы должны помогать компаниям развиваться. Ведь если компания не растет, то вы оба оказываетесь вне бизнеса. Достижение и успех компании – это то, что заставляет все работать. Но есть времена, когда нужно говорить «ты прав», а я ошибся. У меня есть третий сын, самый младший, который слушал это выступление и путешествовал со мной. Все мои дети путешествовали со мной и слушали мои выступления касательно этих тем. Однажды он пришел домой на час или два позже обещанного времени. А так как он был школьником, то я не спал и ждал его возвращение. Я уже был на взводе. Мои старшие сыновья говорили, если вы думаете, что мой отец великий спикер, вам стоит послушать его в два часа утра. Именно тогда можно услышать его лучшее выступление. Итак, мой младший сын открыл дверь, вошел в дом, и, зная, что я зол и жду его, сказал «Привет, пап. Я неправ и прошу меня простить». Что бы вы сделали? Вы безоружны. Вы шокированы. Вас сделали. Все, что можно сделать, это порадоваться тому, что ребенок добрался домой целый и невредимый. Поцеловать его и отправить спать. Обезоруживайте людей, признавая свою неправоту и извиняясь за совершенные ошибки. Эти фразы просто магичны. Когда-то давно моей жене была назначена операция на глазах для удаления катаракты. Я не имел ничего против хирургического вмешательства, но это было давно, и тогда еще только начинали проводить подобные операции. Вы могли остаться в больнице на ночь, и на следующее утро вас бы прооперировали или приехать с утра. Но моя жена сказала, что хочет приехать вечером. Так будет для нее лучше. Она будет чувствовать себя спокойно. Я начал ее уговаривать сделать это утром, так как уже забронировал время и стоимость. Но она все-таки поехала в больницу вечером. Я решил спросить у доктора, могу ли я понаблюдать за операцией. Я был в составе управления одной из больниц в то время. Он сказал, хорошо, переодевайся и заходи. Так я наблюдал за операцией. Она не угрожает жизни, но это все-таки глаз. Наблюдать за тем, как хирург с ним работает, обрезая край глаза и вынимая старый хрусталик и вставляя хороший новый, а затем все зашивая, было намного труднее, чем я думал. Я наблюдал за мастерством и магией, происходящей передо мной. Затем нас перевели в палату и я сказал ей, Хелен, я не прав. Прости меня за то, что я злился на твою идею приехать сюда вечером. А она сказала мне, знаешь, мне кажется, ты никогда не говорил такие слова до этого. И она была несомненно права. Мне трудно было это говорить. Ты молод, горд, ты не можешь ошибаться, ты должен быть прав. И так думают многие из нас, особенно когда молоды. Поэтому мы иногда время от времени и делаем разные вещи, чтобы избежать слов «я не прав», «я устал», «я совершил ошибку». Я хочу донести до вас следующее. Научитесь говорить, что вы не правы и просить прощения. Даже если вы не абсолютно уверены, что ошиблись. Если это близкий человек, признайте свою неправоту. Но не живите с этим ужасно заносчивым отношением к жизни, когда вы всегда должны быть правы. Эти простые перемены с вашей стороны, когда вы учитесь признавать свои ошибки, изменят вашу жизнь навсегда. Вы только начинаете свою жизнь. Начните понимать, как говорить, что вы неправы. признавайте свои промахи, признавайте свои слабости, признавайте свои недостатки. Это не меняет ваших сильных сторон. Это не делает вас хуже, не уменьшает ваши способности. Это позволяет вам осознать свою человечность и улучшить отношения с другими людьми. Тогда они не будут спрашивать себя, да что вы за человек такой-то. И вы начнете развивать свои навыки общения с людьми. Видите, всего одна простая фраза может изменить многое.